Меньше чем имеется потенциальных работников и наличие резервной армии труда, то есть тех таких людей, которые хотят продать свою рабочую силу, но они могут, является непременным спутником и характерной чертой капиталистического способа производства. То есть это не то, что вот там не хватает рабочих мест. Что значит не хватает? Почему-то во всех странах и всегда не хватает, если капитализм. На самом деле очень нетрудно посчитать, сколько нужно работников на данное число рабочих мест, или сколько надо еще увеличить рабочих мест, чтобы было бы достаточное количество работников. Более того, для того, чтобы, скажем, на этапе продажи рабочей силы вы не требовали слишком много, что нужно сделать? Завести еще дополнительных работников. Их и заводят. Откуда у нас в России заводят дополнительных работников? Из стран ближнего зарубежья, да? Это, так сказать, наши соотечественники. У нас официально соотечественниками считаются те люди, которые либо сами, либо их родители родились в СССР. Вот из этих стран завозят. Например, нужно добавить количество водителей микроавтобусов. А вы видите, в основном из этих стран водители автобусов едут в Ташкент. Представители соответствующих организаций, которые набирают водителей. И предлагают подъемные там, скажем, 25 тысяч сразу. И говорят, вы будете получать 200 долларов здесь, 100 долларов. Будете отправлять домой, а на 100 долларов тут жить. Все, и люди и привозят. Уже готовеньких. Готовеньких в том смысле, что они водить умеют, права водительские имеют. И вот, так сказать, их набирают на соответствующие предприятия. Поэтому, так сказать, вопрос, вот этот вопрос, вопрос о конфликтах, когда еще человек не поступил на работу, он решается очень просто. Конфликтов нет. Безработные, всякие попытки организовать безработных, это пустое дело. Потому что что такое безработный? Безработный человек, который, так сказать, выпал из всей общественной жизни. Он не знает, что ему есть, где взять средства. У него нет средств на оплату ни жилья, ни ничего другого. И он не знает, чем кормить своих детей. И поэтому, так сказать, пытаться, так сказать, его куда-то во что-то собрать, чтобы эти безработные за что-то совместно выступали. Таких случаев в истории не знает. У безработных есть свободное время? Нет, потому что у них нет как бы занятого времени какого-то. Ну, то есть, свободное есть только у тех, кто чем-то занят. А что такое свободное время, не хотите сказать? Нет? А кто знает, что такое свободное время? Откуда нам знать, да? Время, да, ты свободный от чего-либо. А что такое свободное? Время, свободное от чего-либо, называется, вот, например, свободное от работы, разъясняю для трудящихся, называется вне рабочей ге. А я спрашиваю про свободное время. Это у вас чистое отрицательное определение. Вот то, что я не занял чем-то, вот у них оно свободное от работы, потому что работы у них нет. Это свободное? По вашему определению? Вот оно. Наконец-то люди получили свободное время. Поэтому, когда говорят, когда человека лишают работы, говорят, мы вас увольняем, то есть, вы выпускаем на волю. А были в клетке, и летите теперь. А что-то вы не летите, и что у вас, так сказать, нет улыбки на лице. А потому что вас не столько выпускают, чтобы вы из этой клетки упадете, а не полетите, правильно? Потому что у вас нет средств для жизни. Нет, ну так не совсем у нас обстоит дело. Вы знаете, что потенциальные работники или члены резервной армии труда, они могут встать на биржу, то есть, пойти и оформиться в центр занятости. И будут там зарегистрированы. Их зарегистрированы. И дальше что? И могут, первый год могут дать пособие. Тысячи семь. А? Тысячи семь. Что? Почему 150? Тысячи семь. Примерно. Да, несколько тысяч, кстати, дадут. Не знаю сейчас точно, какое пособие. Как неработникам. И они будут, так сказать, но они должны ходить отмечаться, ходить искать работу. Их направляют. И как рассказывают те, которые встают на эту самую биржу, в центр занятости, что ты приходишь, где написано, что требуется, а там совсем не те условия и совсем не то, о чем говорили. И вовсе никто вас не собирается брать. И вот человек ходит, 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 ходит. Или такие условия, в которых он работать не может. В итоге кончается год, а через год уже никто ему ничего не платит и о нем забывают. И он переходит в категорию какую? Ну, как бы он есть, но его уже нет. Категорию бомжа, потому что за это все ему платить он не может. И вот, так сказать, эти люди выкидываются из общества, и все. Ну, это вот как бы за рамками нашего рассмотрения, потому что мы рассматриваем, вроде бы за рамками, и кажется, что за рамками, что мы рассматриваем социально-трудовые конфликты, когда человек трудится. Ну, вот когда человек трудится, а если я ваш работодатель, то вы будете со мной тут пререкаться, будьте безработные. Поэтому, на самом деле, вопрос об этих безработных, это не внешний вопрос, а это такие гири, которые вам сразу одевают на ноги, чтобы вы особенно там не разбегались. И на руки, чтобы вы особенно тут не прыгали, и тут не махали руками. Будете махать? Ну, и понятно, что в индивидуальном порядке эта проблема неразрешимая. Я скажу, я вас уволю. Значит, единственная дорога, единственный путь – это коллективная организация борьбы за свои интересы. Коллективная организация борьбы. И эта борьба и ранее велась, и сейчас ведется. И результатом этой борьбы является то, что в Трудовом кодексе прописаны законом установленные формы коллективной борьбы работников за свои интересы. А вот индивидуальные формы, я уже говорил на прошлой лекции, индивидуальные трудовые споры никак не прописаны, потому что, а что их прописывать? Бесполезно спорить. Но вы можете обратиться в суд. В этом тоже была речь. И каких-то больших шансов у работников при обращении в суд не имеется. Поэтому, значит, мы с вами соотачиваемся теперь на работниках непосредственно и на спорах. Какие могут быть споры? Спор по зарплате может возникнуть снова, потому что одно дело, когда вы поступали на работу, а другое дело, когда вы уже член коллектива, если ваш коллектив, так сказать, сплоченный, есть профсоюзная организация, то он получает возможность не только права, но и возможность потребовать другой заработной платы. Каковы формы этого существуют? И вы должны изучить в Трудовом кодексе два раздела, по крайней мере. Один раздел «Коллективные переговоры», «Коллективные переговоры» и другой раздел «Коллективные трудовые споры». «Коллективные переговоры» и «Коллективные трудовые споры». Вот это надо изучить в Трудовом кодексе, потому что это вот тот случай, когда вы можете почитать правовые документы, а задача лекций и наших занятий в том, чтобы вы могли этим пользоваться, потому что когда написано одно, а на практике есть всякие препятствия и различные приемы, с помощью которых можно этими правами пользоваться. А если человек просто прочитал, то он, так сказать, еще не знает, вовсе не факт, что он сумеет отстоять свои права или интересы. Само знание своих прав ничего еще не дает. Вот вы имеете право выпрыгнуть в окно? Я советую не пользоваться этим правом. Мало ли, какие у меня есть права, то есть права можно нагородить какими, вот каждый, Чернышевский говорил по поводу прав человека, много на эту тему наговорено, про права человека и гражданина после великой французской буржуазной революции. И вот по поводу этих прав Чернышевский говорил, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если у вас нет, можете у меня попросить, а я для вас у кого-нибудь еще попрошу, потому что меня тоже нет. Мы найдем у кого есть золотой блюда и за то, что мы соберем потом по копеечке и отдадим за то, что он дал нам на время, чтобы мы могли на нем один раз вкусить еще бутербродик с ментаем и с икрой ментая. Можно с икрой трески. А сейчас есть имитированная красная, очень дешевая. Так. Прежде чем вообще ввязываться в какие-то споры, надо вообще разобраться, о чем пойдет речь. Ну, о зарплате понятно, может идти речь. Потому что одно дело, когда вы договаривались в одиночку, а другое дело, когда вы можете сообщать, участвовать в коллективных переговорах и коллективных трудовых спорах. Потому что вопрос о зарплате стоит раз. Второй вопрос, это условия труда. Зарплата тоже является одним из условий труда. Если не будут платить, не будем работать. Но остальные условия труда, если их брать по определению, это материальные условия, при которых совершается труд. Или в которых совершается труд. Материальные условия, при которых или в которых совершается труд. Это очень обширная сфера. Если ее изучать материалистически, Это, во-первых, интенсивность труда, то есть сколько движений вам придется совершать, если вы будете работать по своей специальности или по своей должности. Ну, скажем, на конвейере сколько вы будете совершать движения и с какой скоростью будет определяться не вами, а скоростью конвейера. И конвейеры бывают разные, бывают с принудительным ритмом, что вот он идет, и если вы не успели, значит, как-то ваш недоделанный продукт, так сказать, куда-то выпал с конвейера и все. А есть со свободным ритмом. Вот вы делаете, к вам пришла в корзине, так сказать, пришел к корзине в полуфабрикат, вы что-то сделали, и пока вы делаете, вы эту корзину не ставите на ленту. Поэтому одни быстрее делают, другие медленнее делают. Ну вот, скорость ленты регулируют таким образом, чтобы можно было обеспечить, чтобы все успели. Или иметь какие-то резервы, если кто-то копошится, значит, туда добавлять на следующий уже шаг такие полуфабрикаты, которые можно продолжать доделывать. Ну, во всяком случае, принудительный ритм или принудительная скорость движения очень часто является вот таким фактором условий труда. В связи с этим есть такое понятие интенсификации труда. Что такое интенсификация труда? Вот, наверное, вы слышали про интенсификацию производства, да? Это хорошо, когда интенсификация производства. Интенсификация производства означает, что повышается производительность труда, больше результатов за то же самое время. А интенсификация труда это совсем другое. Это сколько движений вы совершаете. Вот вроде так вот, так вот так, если я делаю, так неплохо. Вот так делаю, тоже неплохо. А вот так вот же вы долго не протянете. Я вот как-то читал лекцию на красном треугольнике, а он еще существовал. Это огромное предприятие, которое резиновую обувь делал, а там какие-то куски еще остались, которые делают на валенке такие красивые галоши и что-то в этом роде. Чтобы можно было ходить в валенках и не промокнуть зимой, когда вы заходите куда-то. Ну, а в общем, завод ликвидирован практически, вот там нет. Ну, вот смотрю, такой веселый человек вот так вот держит руки и, значит, так вот делает все время, ногой одной. Такой очень веселый. Ну, сначала вроде весело, думаю, это он так все время и делает, так и всю смену будет делать 8 часов. А почему он так делает? А потому что у него задача такая, он должен выбить подошву на штампе. А штамп опускается на кожу или на резину и после этого выбивает вот эту самую подошву. Раз, и подошва готова. А чтобы ее выбить, надо подвинуть туда соответствующую заготовку. А поскольку это дело монотонное, делаешь один раз, второй, третий, тысячу, первый раз тысячу, второй раз и так далее, то если человек может в очередной 2003 раз туда руку, штамп выбьет из руки подошву. Вот чтобы этого не было, вот он может, пока он двигает, если нажмет на педаль, не сработает механизм. Он должен вот поднять руки и положить все на верхнюю полочку. И что теперь нажмет на педаль, то все сработает. Поэтому пока он там двигает, подставляет, он находится в безопасности. А вот как только он руки... Он находится в безопасности. И наоборот, когда он руки убрал и снова находится в безопасности, вот теперь можно, если он нажмет, сработает механизм и выбьет подошву. Штамповщики, которые штампуют, например, металлические изделия, они же сюда ставят, нажимают и штампуют. Вот у моего родственника, Шурина Виктора Александровича Овчинникова, который работал кузнецом на Кировском заводе, у него такая была ситуация, когда он, так сказать, что-то руку ставил и тоже пошел уже штамп. И он, так сказать, успел вытащить руку и, так сказать, ее как бы ободрал. Но так бы, так сказать, металлический штамп эту руку, конечно, повредил по окончательству. К сожалению, мы имеем дело, несмотря на то, что нам пустые люди, пустые и никчемные люди рассказывают, что у нас информационное общество, это у них в голове информационное общество. Все, что делается у нас в материальном производстве, делается, собственно говоря, двумя видами. Это либо обработка резанием, либо штамповка или повка. Ковка бывает свободная, а не свободная. Нет, там есть какой-то штамп еще вот работает. Есть еще литье, которое очень вредным является занятие. И другие способы изготовления продукции, вроде как печатание на 3D-принтерах. Я поинтересовался, был в Политехническом университете, посмотрел, как там печатают, из пластмасса печатают. Долго-долго идет, какой-то кусочек напечатают. То есть ни о каком таком значительном месте в производстве. Когда можно было бы говорить о перевороте, представьте себе, больше 50% продукции делается каким-то таким способом, который является ни резанием, ни литьем, ни ковкой, ни штамповкой. Как резали 100 лет назад и ковали, или штамповали, так и сейчас основная масса продукции также исполняется. Ну и отливали. Сначала отливается, допустим, винт корабля. Потом этот винт очищается от формовочной земли. А после он, по нему, такие есть заусенцы. И чтобы эти заусенцы убрать, надо их сточить. С этой заготовки. Винт-то должен быть гладкий, корабля. Правда? Вот, скажем, ледоколы делают на Балтейском заводе. Вот я был на Балтейском заводе, видел, там близко нельзя подходить к этим работникам, которые занимаются вот этой обдиркой. Потому что там такой грохот, что оглохнешь. Но решается эта задача очень просто. Там работают глухие. И для них там концерты были в Декаржене, Кизе и так далее. Раньше. И набор специально туда глухих. Потому что если вы пойдете туда не оглохшие, то вы оглохнете. Точно так же мне приходилось читать лекцию, еще будучи аспирантом. Вот нас направляли в Светогорск. Под Светогорск. Там, где делают поребрики. Вот вы ходите по Ленинграду и видите поребрики. Есть поребрики бетонные. Понятно, как их делают. Из бетона заливают. А есть поребрики базальтовые, светлые. Есть гранит такой красноватый, да, камень. И белый такой светлый камень, серый базальт. Вот как их делают. Сначала от огромной скалы отчекрыживают большие пластины. Как их отчекрыживают? Ну, так вот, когда приходишь туда, наблюдаешь, вспоминаешь, как раньше рисовали работу на каторге. Но здесь есть новая техника. Значит, сначала надо пробурить отверстие. Вот вам нужно, скажем, пятиметровой высоты отколоть вот такую пластину сначала, которую потом вы будете резать. Как ее отколоть? Сначала надо сделать отверстие. Ну, кто бывал на кладбищах, я думаю, все бы бывали, видели, наверное, там вот памятники. А с другой стороны, тут вот все, вот она гладкая, а там вот видно, что какие-то такие отверстия. Были отверстия. И так они остаются с этими отверстиями, оборотная сторона. А почему? Потому что бурят эти вот отверстия специальными механизмами. 25 килограмм он весу. И вот, так сказать, его держат, и он, значит, все крутит, 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 крутит. И вот вы должны туда на глубину 5 метров пробурить отверстие. Потом рядом, потом еще рядом и так далее. Вот когда вы это все пробурите, потом ты заложите такие клинышки в каждую дырочку. Поставите еще клины большие и кувалды. И так по ним будете бить. Звук все выше, 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 выше. И потом раз, вот эта плита, плита отделилась. Потом можно ее резать. Резать, это отдельная тема. Не знаю, как их режут, не видел. Как их режут? Я видел, как обрабатывают уже поребрик. Он неровный. Его надо сделать ровным. Обрабатывают так. Так, берут под давлением 5 атмосфер бензиново-воздушную смесь. И, так сказать, получается такая, и вот выпускают из горелки. И, поскольку температура, высочайшая температура получается этой смеси, от камня отскакивает кусочек. И вот водят этой горелкой по камню. И он становится ровнее, 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 ровнее. Но это не то, что вот там, как-нибудь там возили чем-нибудь другим, более чем еще по камню возить, алмазом. Но звук при этом в такой степени высоты, что вот ближе, чем на 5 метров, я вот не мог подходить. Потому что думаешь, ну все, сейчас лопнуть во уши. Смотреть еще можешь, но ближе уже не подойдет. Как будто тут уже стена стоит. Люди работают, конечно, со всякими очень плотными наушниками. Но я думаю, что никакие наушники не уберегут их от того, что через некоторое время они оглохнут. От такой работы. Ну и так далее. Что прибавил технический прогресс? Технический прибавил еще электромагнитные колебания. Так, вот, скажем, у каждого, у кого есть мобильник, должен понимать, это телефон или радиопередатчик. Ну вот раз радиопередатчик, идут радиоволны. Все время от вас и к вам, правильно? Держите ближе к сердцу и к детям, к возрасту моему, у вас что-нибудь будет плохо с сердцем. Держите туда подальше куда-нибудь и так далее. То есть известно, что это, так сказать, имеет. Но здесь будем считать, что уж не такие сильные колебания. Тем более мы еще не знаем, еще мало времени прошло, что бывает после этого. Ну, во всяком случае, мы имеем дело, так не только, если вы, во-первых, без передатчиков, хорошо, вот мой на вас действует, вот ее, ее, ее и так далее. Тут у нас идет вся система. Почему называется сотовые телефоны? Ну, потому что у нас на каких радиоволнах работает наша передача? Не заинтересовались, нет? На каких радиоволнах у вас? Ваша передача? А чего вы не интересуетесь? Ну, я понимаю, девочки, они, так сказать, не наши. А вы чего не интересуетесь? На коротких. А короткие волны могут огибать земной шар? Нет, они только по прямой. А раз по прямой, чтобы вы могли далеко звонить, допустим, в Москву, что нужно делать? Нужно ставить мачты, чтобы вот от вас, по прямой до этой мачты, а оттуда дальше до следующей мачты и так далее. И так получается сотый. То есть каждый ваш телефон, так сказать, находится в каком-то поле, откуда до ближайшей вышки мачты, он вполне достает по прямой. А дальше уже идет опять по прямой движение сигнала. Поэтому, чтобы обеспечить связь через мобильные телефоны, нужно выставить, как вы видите, на поезде едете, куда-нибудь в Москву, видите, там стоят высокие вышки, это вышки, которые обеспечивают это. Или кому-то прилепили к дому, вот с той стороны, передатчик соответствующий, который получает и дальше распространяет. А хорошо ли это? А у вас там диван стоит. И что будет с вашей головой через некоторое время? То есть вот этот самый прогресс, или, как говорят, информационное общество, вы вроде как разговариваете, а передается это не разговор, а радиоволны. Это потом уже радиоволны, и эти превращаются снова в звуковые волны. А звуковые волны как, через что распространяется? Скажите, пожалуйста. Через колебание воздуха. Вот, через колебание воздуха. Если воздух выкачать, то вы мою лекцию не услышите. Или, если вы будете шуметь и обозу выкачать, я не услышу, нет такого шума и так далее. Ну вот, надо сказать, что мы, как конфликтологи, тут должны стоять твердо на земле и не придумывать всякие сказки. Вот мне пришлось выступать здесь, на философском факультете, на защите у товарища Баранова, в защите докторской диссертации. Владимира Евгеньевича. Он успешно защитил. В отзыв я ему дал положительный. У него было такое положение, что у нас постиндустриальное общество. Ну вот я ему такое замечание сделал, что вот он написал, что у нас постиндустриальное общество, а у нас еще не все заводы разрушены. Еще немножко индустрия осталась. Потому что если бы у нас все заводы уже разрушили, индустрии бы не было, то это было бы постиндустриальное общество. Правильно? А пока, слава Богу, ещё имеются какие-то предприятия, которые могут что-то производить. И вообще, некоторые товарищи, которые неглубоко изучают вообще философию и не понимают, что такое материализм, что такое идеализм, они никак не могут понять разницы между материей и сознанием. И понятно, что то, что мы потребляем для того, чтобы жить, а именно материальные влаги, они никак не могут быть информацией. Если буду я вам давать информацию о курице, то вы похудеете очень быстро вместо курицы. А вам информацию о сметане, а вам информацию о мясе и так далее. Но некоторые товарищи ушли, ссылаются на Маркса. Дескать, вот у Маркса написано, что наука становится непосредственной производительной силой. Так становится ли и стало? Это, во-первых, становится. Я вот пытаюсь встать на колени, да никак не могу. Так я встал или не встал? Во-вторых, надо всегда таких вот жуликов, которые ссылаются, проверять. В науке очень много жуликов. Они обманывают всякими цитатами. Проверяешь, там написано. Единственное место есть такое в Капитале, потому что в Капитале этого нету. Единственное место есть у Маркса, где такое написано. В Капитале написано. В Капитале это основной труд. И надо, скажем, если вы считаетесь человеком, взять его основной труд и, соответственно, принять во внимание, что он говорит. Там написано. Наука является всеобщей общественной производительной силой. Что это означает? Что она влияет на все, повышает производительность труда рабочих в конечном итоге. И как всеобщая производительная сила, она позволяет создавать, позволяет разрабатывать более современную технику, средства производства. И вот эта более современная техника повышает производительную силу труда рабочих. Что написано вот в том месте, которое цитируют граждане, пишущие о том, что наука стала непосредственной производительной силой? Написано буквально следующее. Воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой. Так она является опосредственной. То есть, чтобы научные достижения вошли в производство, они должны пройти этап разработок, потом этап проектирования, потом изготовление средств производства. И вот когда они уже воплотились, эти идеи в средствах производства, то тогда вот эти идеи стали непосредственной производительной силой. То есть, не непосредственная идея, а воплощенные. А кто этого не знает, что непосредственная производительная сила является рабочее и средство производства. Вот что является непосредственными производительными силами. А все остальное опосредственное. Опосредственное – все что угодно, может быть, и опосредственное. Я вчера сходил на концерт, там хорошая балерина выступала. У меня было хорошее настроение, у меня на следующий день работа заладилась хорошо, и я больше сделал. Можно сказать, что она балерина тоже повлияла на… Но посредственным образом. А непосредственной рабочей силой была бы наука, если бы… Ну вот я как представитель науки здесь как раз стою перед вами. Доктор наук, профессор. Сейчас у меня изо рта выскочат жареные рябчики. Не пропустите, пожалуйста. Но сколько я не пытался, вот что-то вот… Думаю, почитаю еще раз этих людей. Попытаюсь что-то вот такое сделать. Что-то не получается. То есть, что он, скажем… Ученые, что ученые создают? Что создают ученые? Идею. Вы сильно растолсеете, если будете получать идею мяса, и идеи молока, и чая запивать. Я думаю, процесс будет мучительным, зато недолгим. Итак, значит, какие еще условия труда? Это запыленность, загазованность на производстве. Вы, наверное, представляете, когда вот наши ремонтировали здание. Вы видели, что для того, чтобы на нас пыль не летела, закрывает леса. Раньше не закрывали. Закрывает леса соответствующей или пленкой, или сеткой. Как вы думаете, это же лучшее условие труда у тех, кто там находится. Вот представьте, что вы там, знаете, отколачиваете или что-нибудь, счищаете эту пыль. Раньше она хоть улетала с лесок. Но нас огородили от этой пыли, чтобы мы, так сказать, никак в это дело не попадали. Но рабочие-то от нее не только не откорошены, а наоборот сконцентрирована теперь эта пыль на них. Но они этим дышат. А куда это попадает пыль? Попадает она в легкие. А лучше ли ходить по сосновому гору? Согласитесь. Чем стоять на лесах? Лучше быть в лесах, чем на лесах. А есть еще химические производства, которые просто выделяют такие вещества в ходе технологического процесса, которые разъедают что-нибудь человека, или глаза, или руки, или кожу. А есть такие вещества, которые называются канцерогенными. Это что такое? При производстве минеральных удобрений, например, на предприятии Невнамысский азот, в городе Невнамысский, которые делают из воздуха удобрения, то есть берет азот из воздуха и с помощью других химических веществ делают азотные удобрения. При этом в ряде производств имеется опасность того, что человек будет иметь раковые заболевания. Или вот сейчас такого нет на современном печатном производстве. А вот когда начиналось оно, и я вот типографию Володарскую видел, такие были наборные машины. Сидят девушки-машинистки, и так они шлеп-шлеп-шлеп набивают срочки. А потом эти срочки верстальщики вставляют, и получается вот верстка газеты. Потом отчиснут. Если у вас есть ошибки, то вы до 17% без оплаты можете, они там вынуты эти срочки, отольют другие и поставят. А машины такие, вот они тут набирают, а на самом деле тем самым у них выскакивают формы. Такие латунные или бронзовые для отливки. А потом из свинца получаются эти срочки. А тут вот свинец как раз кипит. Как вы думаете, в чем грозит это вот общение с парами свинца? Ну, грозит с тем, что для женщин это может быть бесплодие и другие заболевания. Вот этого нету. Но есть другие вещи. Вот к нам привезли, привозят радиоактивные материалы. Как вы думаете, они сами пролетают? Даже кто-то их и достает, перегружает, загружает воду у докера. Имеют дело с перегрузкой радиоактивных материалов. Поэтому надо включать счетчик Гейгера, чтобы определить, какую дозу вы получили. А если вы уже получили, хватит. Дайте другим поработать. Или привозят так называемый шрот. Это корм для скота. Это корм для скота. Это, скажем, различные растения. Они порублены. И вот, так сказать, полный корабль этого самого шрота. А для того, чтобы там жучки, паучки и червички не заводились, его фумигируют. То есть с отравляющими газами наполняет это помещение трюма. Когда корабль приходит, два дня выстаивает, чтобы эти газы вышли. Но они там частично выходят, а частично остаются. И вот докеры заезжают в этот трюм на своих перегрузочных машинах и начинают перегружать, чтобы их поднимать наверх. И находятся в атмосфере, в которой есть вещества, которые уридны для здоровья. И так далее. Или возьмите любой литейный цех. Поскольку я проходил практику, учился я с 9 по 11 класс, у нас была школа политехническая. 36-я школа Московского района. И мы 3 года, 2 дня в неделю работали на заводе. Причем у нас была зарплата, свой станок и так далее. И вот как тут соберут такое собрание, где приходят литейщики, все такие сидят румяные, а литейщики все такие, как один, с землистыми лицами, потому что у них постоянно от формовочной земли соответствующие идут испарения и газы и так далее, вредные для организма. И, кроме всего прочего, там температура летом, скажем, если 20 градусов на улице, а 40 градусов у них в литейном цеху. То есть колоссальные температуры, вредные для здоровья. А они должны ходить, естественно, ходить в одежде, потому что если вы не будете в специальной одежде ходить, да и носок у ботинка должен быть не блестящий, а железный. На всякий случай, чтобы вам болванку сюда не поставили, если поставить, то вы можете ногу отодвинуть. А если поставить, без того возможности, то уже и не отодвинете, ногу и ноги не будут. И так далее. Вот эта работа связана с тем, что общество как бы считает, что она вредная работа, и поэтому раньше выходит на пенсию на 10 лет. Это что значит, если человек раньше выходит на 10 лет на пенсию? Это значит, что его организм изношен на 10 лет боль, на 10 лет раньше, до такой степени, как у других, на 10 лет позже. Соответственно, и умирают эти самые работники, которые выходят на 10 лет раньше, на 10 лет раньше, чем другие. У меня отец работал в литейном цеху, значит, он вышел на пенсию в 50 лет, очень радовался, что у нас 120 рублей, самая большая, прожил полумесяца после этого. Но и все его коллеги примерно так же. 50 лет и так далее. Вот я старше своего отца, но уже на 21 год. Поскольку у меня не такие условия труда, как вы понимаете, здесь преподаватели, вот не знаешь, от чего, как можно вот убиться тут на работе, на моей. Я вот смотрю, вот только если упаду, и вот об этот угол головой, что ли, а с чего бы мне падать? Не знаю. Если студенты набросятся, и что-нибудь такое скажу про них нехорошее, а у них и будут бить телефонами, не знаю, что как. Даже не представляю, как можно в наших условиях иметь там плохие условия, условия труда. Ну, некоторые еще любят сидеть, я считаю, тут вредные условия. Потому что, когда говоришь, то не надо сидеть. Если ты хочешь, чтобы у тебя нормально работал голос и горло, и я должен, во-первых, видеть вас, вы должны меня видеть. А некоторые как сидят, как вот хозяин-барин, так сказать, вот они, вот в таком вот виде. Это вредно для ораторов. Видели ораторов, которые сидят, ораторствуют, нет? Может, цицерон так делал? Великий оратор сидя говорили, нет? А то у нас был случай, когда у нас парад принимали сидя. Но что-то после того, как один раз приняли наши руководители, потом поняли, что так не надо делать. вот в этом как раз вопросе, в вопросе об условиях труда подошли за последние два года решительные изменения, а именно состоялся переход от материализма к идеализму для тех, кто занимается решением вопроса об изменении условий труда, а именно раньше определяли до последнего времени условия труда объективным образом, то есть мерили температуру, влажность, запылённость, загазованность, сколько там веществ в кубометре или в сантиметре кубическом, вибрация, известно, что вот на тракторах женщины едут, у них отвисание внутренности через 20 лет гарантированно, или вот, так сказать, такие вибрационные существуют гайковёрты, и даже эмблема Форда у нас, Форд Моторс Компани, это гайковёрт. Чем он хорош? А быстро заворачивает. А чем он плох? А тем, что когда у вас вибрационным способом заворачивает ваш гайковёрт, у вас вибрация трясёт в вашей пальце. Вот она протрясёт несколько лет, лет 10, и потом будут боли, которые никогда не проходят. Вибрационная болезнь. Здесь у вас в руках. Поэтому некоторые товарищи, я видел на конвейере Кировского завода, когда там ещё много тракторов выпускалось, они вместо того, чтобы применять этот гайковёрт механический, они коловоротом это делали. Так вроде закон крутит, но зато ничего не будет, никакой вибрационной болезни. То есть все объективные параметры, какие есть, химические вещества, надо анализировать, их вредность тоже надо выяснять для человека и так далее. И в соответствии с этим имелась классификация вредные условия труда, особо вредные условия труда и принимались соответствующие меры компенсации, а именно молоко давали для людей, которые во вредных условиях, не для того, чтобы они талончик этот, который на молоко сменяли на папиросы, а что они получили именно молоко, а не деньгами, а деньгами дашь, он пойдет пропьет, а пропьет и заболеет очень быстро и не будет работником. Поэтому таким образом определялось дополнительное число дней к отпуску для особо вредных условий больше, для просто вредных условий меньше и так далее. Вот у нас не вредные и не особые, но у нас удлиненный отпуск, так и называется, удлиненный у преподавателей из-за вас. Не из-за того, что вы нас замучили, из-за того, что вас нет целое лето, и нас как-то надо, чтобы мы прожили. Но некоторые преподаватели думают, что такой у нас тяжелый труд, что у нас отпуск 56 дней, у всего народа 30. У нас, конечно, непростой труд, но я не думаю, что труд шахтера легче, который, между прочим, там постоянно находится под угрозой, что сейчас вот эти крепи треснут, и его завалят, и он умрет. И даже известно, сколько надо угля добыть, чтобы точно умер еще один шахтер. То есть травматизм и профзаболевания. Все люди, которые работают в шахте, у них соответствующие заболевания легкие происходят. Вот все это можно замерять. И вот так их замеряли до последнего времени. А теперь придумали специальную оценку условий труда. А что значит специальная оценка? А вот приходят три человека к вам. Я, как работодатель, а вы как представитель профсоюза, который со мной единственный. Правда? Ну, какие у него условия я считаю замечательные. В это время мы все остановили, чтобы нам на уши не давило это то, что у вас там и запах, чтобы мы тут не ехали. Вот остановите свой станочек. Ну, давайте посмотрим, какие условия труда. Ну, так условия труда у вас. А почему у вас написано вредные? Давайте напишем, что они уже не вредные. Мы написали. Оценка была. Вы можете с нами судиться, туда обращаться, сюда обращаться. Пожалуйста. Мы написали. И вот наш Ленгору или Трактранс прямо пачками, скажем, трамвайщики, они же находятся в каких условиях? Там же постоянно идут электрические разряды, имея дело с электротоком, с электрическими колебаниями. Это раз. Во-вторых, у них нервная есть постоянная обстановка, потому что они все время должны следить представляете, так сказать, вот вы едете на трамвое, а тут норовят все время перед тобой встать или обогнать. Или, если раньше были правила, что общественный транспорт идет, имеет, так сказать, зеленую улицу, его надо пропускать, никто сейчас не пропускает. Был у нас такой знакомый, Дружининский, он кончил наш университет, работал трамвайщиком, с высшим образованием, он обычно, вот если Мерседес заезжает, он так на него и ехал, много передавил Мерседеса. Пытались с ним судиться, но с ним было тяжело судиться, он грамотный, скажет, ну что, он нарушил, взял и выехал на ту полосу. И все, так сказать, и все эту вредность и прочее, и прочее санкции с одобрения профсоюза, согласованно с профсоюзом, поубирали. Вот вы имели пять дней к отпуску, мне там было, допустим, 30, не 30, а 35 дней к отпуску, а теперь опять 30. И там, где давали какое-нибудь питание дополнительное, лечебное, уже не дают. А зачем? Ну если у вас вот вы считаете прямо на свежем воздухе работаете, вот на лесах, вот здесь вот сидите мучаетесь, а люди вот на лесах, у них же как бы на воздухе все время. А если вот докеры, они же катаются бесплатно на перегрузчиках, на погрузчиках сами. Им дают, покупать не надо и заодно и научат ездить хорошо. А то, что когда они заезжают в вагон на своем погрузчике, там работает двигатель, и там загазованность получается, пока они там перегружают внутри вагона. И то, что при этом все это грохочет и они потом глохнут, они глохнут, и это у них очень частая заболеваемость. Или, когда они погружают там эти самые коробки куриные, вроде бы, там почти все механизируют, надо поднять да поставить на поддон. нагнуться, поднять и поставить на поддон. И так 1200 раз смену. Вот 20 раз наклониться полезно. 1200 раз наклониться. Это вам гарантированный радикулит, как профессиональная заболеваемость, профессиональное заболевание докеров. Вот все вот это, оно вроде бы к цене рабочей силы изначально, когда вы поступаете, вы еще и не представляете, что. Ну какая, отличная работа. Вы сразу смотрите, какая у вас зарплата. Некоторые убегают, например, из докеров на третий день. Не надо вашей зарплаты. Не надо. То есть, когда человек поступает на работу, он с этим не имеет дела. А вот когда я речу о коллективе трудовом, когда есть люди, которые являются работниками, они уже это все знают, они все это представляют, они все это понимают, вот тогда могут начаться переговоры об улучшении положения работников. И вот тогда мы можем, когда мы вот этим располагаем, вот тогда мы можем говорить о том, что переговоры могут быть содержательными. Закон, Торговой кодекс России предполагает ведение коллективных переговоров. Что записано в трудовом бодусе? Что вот работники и их представители имеют право или непосредственно или через своих представителей имеют право на коллективные переговоры, на разрешение, на ведение разрешения коллективных трудовых споров. Ну вот что значит работники имеют право? Вот имеется там 1500 человек на заводе. И как они будут разговаривать? Ну они могут собрать конференцию, теоретически могут собрать конференцию и избрать своих представителей для ведения переговоров. Значит при том, что работа сменная и при том, что никто вам зал помещения на 1500 мест не найдет на заводе, это очень проблематично. Очень проблематично. Если вы собираетесь собрание собрать, значит это практически можно сделать таким образом. Избирать делегатов по единой норме в каждом подразделении и в каждом подразделении записывать сколько, какие делегаты избраны от какого числа и по одной и той же норме. С тем, чтобы потом получилось, что вот там вы прошли 15 подразделений и в 15 подразделениях получили делегатов по единой норме. А и после этого можете посчитать сколько присутствовало всего, в итоге сколько выступило, какие были выделены эти кандидатуры, сколько выступило за, сколько выступило против, и вот получили, что у вас сформировались делегаты конференции. Тогда уже можно найти зал, куда их вместить, если вам предоставят администрации, а если не предоставят, что будете делать? Но вы понимаете, для того, чтобы эту работу проделать, о которой я сказал, кто-то должен ходить по этим подразделениям и предлагать собрать конференции, для того, чтобы вы могли вести переговоры с администрацией. Кто это делать может? Никто у вас не назначен, поэтому это может делать инициативная группа. А инициативная группа, если она будет делать это в рабочее время, то, соответственно, уволят членов этой инициативной группы за то, что они не выполняют свою основную работу. Значит, это надо делать в свободное время, или надо ночью делать, когда ты днем работаешь, или в вечер, когда ты утром работаешь, или в утро, когда ты работаешь ночью, или в вечер. И поэтому это достаточно проблематичная вещь, но возможная, и трудная, и сложная. Поэтому, с одной стороны, вот право, пожалуйста, вы можете проводить переговоры с администрацией, нет вопросов. Попробуйте собрать. Второе. Есть официальные представители. Представителями могут быть или избранные на конференции, вот если вы доведете до конца эту работу с конференцией, собрали конференцию и избрали представителей для ведения переговоров с администрацией. И уполномочили их там бессрочно быть какой-то, или на 2 года, или на 3 года этих представителей, по-разному. или до разрешения спора, или до урегулирования вот такого-то вопроса и так далее. А второй вариант, и он прописан, что профсоюзы являются представителями работников. А профсоюзы – это что такое? Это союз работников одной профессии, профессиональные союзы. Вот профессиональные союзы есть и согласно закону о профсоюзах, и согласно Конституции, и согласно Трудовому кодексу выступают как представители работников. Тогда понятно, кто это делает, а это может делать профсоюз. То есть я был, так сказать, Иванов Иван Иванович, токарь, вы меня в свое время, так сказать, избрали председателем профсоюза. Я получил зарплату, как у вас, вы в горячем цеху, у вас тяжелые условия труда, я сижу в кабинете, у меня условия хорошие, и я ничего не делаю. А что вы будете делать? Как вы эту проблему решите? Но тем не менее, все права имеются у представителя этого коллектива, хотя понятие «коллектив» отсутствует в Трудовом кодексе. Отсутствует в Трудовом кодексе понятие «коллектива», его нет. Но есть коллективные переговоры и есть коллективные трудовые споры. Это довольно забавно, потому что понятно, что для того, чтобы были коллективные переговоры, надо иметь коллектив, и чтобы были коллективные трудовые споры, надо иметь коллектив, но слова «коллектив» нету нигде в законодательстве, нигде. Как слово «предприятие» нет, а есть только организация. Не любит этот, как сейчас говорят, законодатель слово «коллектив» нынешний. Уже тут начинается некий спор. Но уж никуда не денешься, а коллективные переговоры, коллективные трудовые споры приходится терпеть. И вот профсоюз, если он имеет более 50% работников в своих рядах, профессиональной профорганизации первичной, если имеет более 50%, имеет право выступать от имени всех работников предприятия. А если менее 50%, 49,9%? Не имеет. Но коллектив может ее уполномочить. То есть коллектив, если он соберется на конференции, тут уже вот этот профсоюз, который не имеет 50%, он организовывает собирание этой конференции и на конференции ставит вопрос о том, чтобы ему дали полномочия, то есть проголосовали за то, чтобы он представлял, и после этого он может уже, получив полномочия от конференции или от собрания работников, может вести переговоры и вести коллективные трудовые споры. Но если я работодатель, то я же тоже это все знаю, то, что вы будете знать в результате этих лекций. Поэтому вот у нас вот эти люди создали вот трое, профсоюз из трех человек. Три человека достаточно для создания профсоюза. Так, а я вам буду премии давать каждому по 500 рублей, а вы сделаете профсоюз. И пока вы в этом профсоюзе будете получать по 500 рублей. Вот, скажем, каждую полочку дополнительную. Назовем его «Желтое солнце», наш профсоюз. И вот они собирают конференцию, а конференция поручает вести переговоры вам или вам? Как вы думаете? Вам? Вот сейчас то же самое. Сейчас произошло вот это ВАО «Морпорт СПБ». Профсоюз докеров стал меньшинством, а «Желтый профсоюз», который создала администрация, теперь, так сказать, он подписывает любые требования, заявления и просьбы администрации, не глядя, и тем самым выполняет эту… А форма такая избрана, что это вроде профсоюз. А может быть, два или три профсоюза, тогда они встречаются и могут образовать единый представительный орган. И вот этот единый представительный орган может уже представлять работников, даже если вот все эти три профсоюза не имеют большинства. Вот если удалось им договориться между собой, ну вот если администрация не создала такой профсоюз, им и удастся договориться. Если администрация создала специальный профсоюз, чтобы работники не могли договориться, то и ничего не получится. Поэтому с этим правом проводить переговоры и организовывать коллективные трудовые споры, это право и есть, но чтобы им воспользоваться, требуют такие большие сложности. Имеет место быть. Ну, давайте представим себе, что вы эти сложности преодолели и собираетесь начать переговариваться. О чем вы собираетесь переговариваться? Вот, например, некоторые собираются переговариваться о том, чтобы заплатить, заплатили зарплату сегодня, сейчас что, октябрь, да? За август хотя бы, чтобы заплатили, а еще за август не заплатили. Сейчас вот, говорят, не 4 миллиарда рублей не выплата зарплаты, задержанная зарплата, а всего лишь 3,5. Недавно я читал в газете «Коммерсант». То есть, очень здорово идет у нас, отлично идет, уже уменьшается количество невыплаченной зарплаты. А вы отложите свой завтрак, обед и ужин на ближайшие полтора месяца. Пока. Хотя у нас обязаны делать, что написано по этому поводу в трудовом кодексе. Некоторые товарищи, которые надеются только на коллективные трудовые споры и на требования, которые они выдвигают, они не читают трудовой кодекс, не знают своих прав, а в трудовой кодекс, в том числе при участии нашем, и я в этом принимал участие, поставлены некоторые такие меры, которые позволяют эту проблему решать без проведения переговоров. Вот существует статья в трудовом кодексе, вы должны ее найти, почитать и найти такую статью, которая решает вопрос с невыплатой зарплаты. В случае невыплаты зарплаты за срок менее 15 дней. Что должен сделать работник? Вот вам не выплатена зарплата. Что нужно сделать? Что вы будете делать? Ждать. Ждите. Не выходить на работу. Вот это вот, товарищи, это вот я вам еще объясняю, что здесь конфликтологи должны быть юристами. Вы читаете в кодексе, что вы должны сделать? Объясняю. Если ко мне пришли, объясняю. Вы должны, если я ваш генеральный директор, прийти на работу. Не ругаться со мной. Мило так же смотреть, как сейчас вы смотрите. И написать, уважаемый Михаил Васильевич, сообщаю, что я приостанавливаю работу. Только не говорите, что я останавливаю работу. Если вы останавливаете работу, что я должен сделать? Уходить. Вот. А надо что написать? Приостанавливаю работу. Приостанавливаю работу. То есть вы не прекращаете, я хочу там прекращать, собирать, прекращать работу. Вы чего? Приостанавливаю работу для выплаты зарплаты. Хорошо же? Что дальше делаете? Выручаете мне так, с выволочкой. И что, вот дальше можете идти домой сидеть дома сидеть дома и ждать когда она вам на блюдечке золотой каемочкой принесут бумажку за моей подписью я написана уважаемые там настасия петровна прошу вас завтра выйти на работу завтра будет выплачена зарплата ну то есть вы приостановили до выплаты зарплаты вот выходите завтра и завтра и получите ну если не выйти я уже не виноват вот и все это не значит что вы не можете находиться можете сидеть и на работе отдыхать читать капитал маркса примеру так переворачивать нависать над директором сказать и что делаете вы и вот это записано в кодексе основная масса работников этого не знает им не выплачивает они вот жалуются плачут собирается в суд подожди никуда не наподавать вот и все но тому чтобы этот пункт появился вообще в трудовом кодексе предшествовала и практика вот такого вот такого разрешения этих споров никто никаких комиссий не цитовал ни в какой профсоюз не ходил а вот прихожу я цех вот сюда к вам а вы вот так сидите как здесь я хочу не работаете а мы у нас будет руки не двигаются еще вас руки не двигаются вот так так кушать еще до пили не боишься так дайте денег им пойдем поедим кстати дайте взаимы до зарплаты попросите у меня попросить то можно до зарплаты попросили у меня этот начальник цеха приходит потом приходит зам генерального директора по производству даже не работаете дома вы с удовольствием а чё да вот как только поедим так сразу и начнем вообще вы не хотите работать хотим что нибудь вы бы не будете работать будем когда когда поедим а когда поедите а когда деньги появятся дайте нам взаймы до зарплаты зарплату это еще лучше да в кредиты же зарплату получите деньги будут и отдадите бухой генеральный директор ходит ходит прошло несколько часов зарплату привезли но если с их большой человек 600 не как здесь есть чек 600 бывают другие варианты вот сидели и сидели к ним никто не приходит тогда они встают и идут в администрацию все гульбой на заводе они производстве и встали в очередь кассу а касса закрыта и стоят там ну как стоят поэтому все входы и выходы в администрацию закрытые стоят все в очереди идет там директор генеральному не пробиться и чего тут делаете да вот ждем когда зарплату нам так ведь не не дадут зарплату да говорят дадут и вот туда не выйти не пройти проходит несколько часов привезли зарплату ну бывает и такие экзотические шел главный инженер через эту толпу пробирался начал с женщинами ругаться потом кто-то ему ухо откусил кто откусил неизвестно это я не призываю вас так разрешать конечно но это подпадает под понятие когда аргумент сила аргумента заменяется аргументами силы конфликт и вот он приходит жаловаться конечно пошел милицию туда-сюда там сидит вот вы жалуете что мне откусили ухо я так серьезно так и своя сам душу как вы помог помогли ему но записали все это будет искать ну кто будет искать а из-за чего откусили уходом зарплату него плачу просяду ну и правильно тебе откусили надо еще голову откусить то есть конфликты это конфликт они же разные бывают мы же конфликты изучаем правильно это не то что вот там красиво написано написано одно а получать на деле очень часто другое ну во всяком случае вот законодатель урегулирует вопрос невыплаты зарплаты хотя за невыплату зарплату больше чем 15 дней установлена законом уже в другом месте в уголовном кодексе уголовная ответственность хотя этот вот давнишний спор связи с невыплатой зарплаты в 90-е годы разрешался таким образом граждане выше на и перекрыли трудящиеся транссибирского магистраль и все поезда остановили потому что не платили тогда по полтора года зарплату это как бы не то что и вообще не платили то есть вот вы не получили зарплату вот за тот месяц который полтора года назад но получили то зарплату которая была еще больше чем полтора года назад то есть как бы это ваша зарплата стала все реже и реже приходите на самом деле в расчете на месяц получалось там одна десятая этой зарплаты что вы еще а что что не в итоге они все ли вот на рельсе в итоге в первом итоге и на всех завели уголовные дела потому что остановка транспорт это что это преступление и как вы думаете уголовные дела пустили вход но поскольку сели уже тысячи и десятки тысяч людей то если бы завели уголовные дела работники взяли бы железные трубки и пошли бы убивать прокурор и прокуроры не стали пускать вход это дело но даже голодный человек он все ну что вы хотите у вас здесь и вот от голода плакать вы возьмете чего-нибудь тяжелое пойдете доказывать что вы правы это поняли и поэтому в итоге вот эта статья не случайно появилась трудовом кодексе статьи в трудовом кодексе получаются в результате конфликтов и разрешениях конфликтов вот такой конфликт или всем известна ситуация здесь у нас которая была в ленинградской области когда предприятие дерево пасхи были закрыты и вот тогда председатель правкома собрала своих членов профсоюза вышли перекрыли магистраль только не железнодорожные автомобильные и не уходили оттуда не уходили было такое столкновение что в общем в итоге приехал владимир путин вызвал дерипаску сказал это открыть это открыть только там не нечем подписать соглашение дал ему ручку перепаска подписал и конфликт был исчерпан после этого после этого законодатели демократическим путем путем голосования в думе приняли решение об усилении ответственности за перекрытие автомобильных магистралей но вопрос был решен то есть вот такого рода конфликты поскольку этого дела очень сложные и тяжелые разрешение таких ситуаций поэтому вот на переговоры вы с чем пойдете вот вопрос предмет переговоров то есть вот есть ведение переговоров статья и статья целый раздел в трудовом кодексе ведение коллективных переговоров и целый раздел введения коллективных спорах вы пойдете вот на переговоры по поводу того что за ноябрь прошлого года вам не выполняют не выплатили зарплату и в итоге этих переговоров и обращения в суд вы добьетесь того что ноябрь будет ноябрь выплачено рассказываем ситуацию на заводе светлана который мне мой товарищ рассказал который там работает вот женщины значит когда там не выплачивала зарплата они обратились в суд или же обратились суд с требованием чтобы оплатить зарплату за ноябрь там все сказали а сколько вам вот сколько вы сколько вам должны а какой какой в это время был прожиточный минимум россии а принесите справку значит о том сколько вот сейчас какая какой уровень инфляции чтобы вам выплатить с учетом инфляции вот пока они там возились суде прошло три месяца а в это время происходило следующее приходили люди с мешками денег заказывать работу на заводе светлана люди изготавляли продукцию и они в эти деньгами выплачивали а этим людям не давали которые судились а вы ждите все уже получили за ноябрь и ноябрь и за декабрь и за январь а те кто подали в суд они все ждут когда суд решит и они получат за ноябрь прошлого года а чего когда с ноябрем разберетесь потом суд будете продавать на декабрь там на январь то есть надо подумать хотя вот такие случаи есть и работники завода ford поскольку они знали что разные коллективные зловые споры они могут тянуться по-разному они сразу значит на одной конференции ну как бы с интервалом делают перерыв говорят это следующая конференция можно же в один день проводить три конференции 4 5 6 и сразу пять или шесть коллективных судовых споров по разным темам начинают под разным углом зрения и поэтому если сказать один у них там забьют или сорвут работодателями по второму потом по третьему потом по четвертому это можно тянуться одновременно а предмет должен быть такой чтобы не получилось что вы такие муки будете выдерживать переговорами из с коллективными трудовыми спорами возможно придется выходить на забастовку а вы попросили всего лишь зарплату за один месяц несерьезно поэтому на самом деле действительным предметом переговоров и коллективных споров является комплексные требования то есть что что такое комплексные требования это по существу это когда требования охватывает все сферы жизни вашей на предприятии все то есть это условия труда изменить так зарплата вот так и по всем разделам какие есть режим времени вот таким то образом отпуска вот таким то образом и это на вот и такой комплексный документ который представляет собой этот эту систему требования называется проектом коллективного договора а документу который может получиться в результате такого спора называется коллективным договором коллективный договор прописан в законе и может считаться конституцией предприятия какие там вопросы можно решить любые вот допустим отпуск у вас 30 дней вы можете в коллективом договоре потребовать 35 у докера было 55 а потом они взяли из дуру так иначе слова не скажу другого сменяли на зарплату если давайте мы договорились на следующих переговорах давайте мы вам делаем снова 30 дней отпуск а вот эти вот ваши 25 мы вам за счет этого повышаем зарплату и повысили им зарплату а потом инфляция зарплату села и в итоге получилось что они вместо 55 дней получили 30 дней отпуска хотя никто вам не мешает во время отпуска работать на другой должности в другом месте получается отпускные 20 за 25 дней и плюс еще себе заработать если вам так надо они взяли вот так сказать в моем присутствии поскольку я был консультантом я их пытался от этого отговорить но не удалось но через некоторое время они оказались сносом все можно делать то есть по допустим у нас восьми часовой рабочий день запишите в коллективный договор 6 в чем проблема вопрос скажем о длительности рабочего дня принципиальные отвечая на вопрос который поставлен начале свободное время по определению это время для свободного развития если у вас время в нерабочее потрачено и вы балдели вы стали балдой они 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 развились поэтому это не свободное время если я смотрю дурацкую передачу по телевидению это не свободное время а вот если я смотрю там какой-то концерт прекрасный или фильм высокохудожественный это свободное время если вам удается читать это уже это свободное время а если вы читаете только детективы это условно свободное потому что еще никто не развился от чтения детективов правда это весь почему и говорится провести время или истратить как потратить время потратить время не проблема свободного времени остается мало значит с точки зрения этого определения у вас сейчас какое время рабочие или свободные если свободно развивать то можно сказать что вот человек созрел свободное время а у меня какое время рабочие или свободные тоже правильно потому что и вот марс говорит что вот время освобожденные от производительного труда вот мы что-то не хлеб не изготавливаем они металл не льем да а скажем самок сам процесс обучения и общение скажем всеми кого обучаешь он он способствует моему развитию ли я деградирует должен от ваших от встречи с вами как вы считаете деградирует тоже развивать я стараюсь вам лучше объяснить это меня побуждает к тому чтобы я придумал всякие варианты обдумывал и до того как я сюда пришел ли у меня вот так было бы затраченное время в транспорте а я думаю как вот это лучше изложить у меня же и время в транспорте становится в известной мере свободным и вы если будете думать об этом другое время она тоже будет у вас свободно а много то есть можно при том том же в нерабочем времени увеличить долю свободного времени и сократить долю несвободного для этого надо приучиться думать а вот вот вы думаете над своей книгой как название книга ваша а чё тогда обманываете меня вот вы придумаете название и когда следующий раз я спрошу сказать да у меня книга называется так я щас а вот ну книга вот название если у вас есть правильно движение идет от целого к целому или от части к целому вот развитие идет от вот ребенок когда развивается в утробе матери сначала нога потом голова чего говорится развитие вот студент вы поступили на первый курс в целиком развивались или так у вас что-то развивало ну как так бывает какая часть вас развивалась вот так что вопрос о свободном времени не только в коллективных переговорах и спорах решается и в том как вы организуете свое в нерабочее и рабочее время потому что у вас вот у вас такая ситуация что из и рабочее ваше время является той заняты и вот и поскольку вы учитесь то есть вы развиваетесь то поможет сказать по определению кто такие студента и мы студент что означает это выражение это выражение означает я учусь и это выражение применимо не только к студентам а ко всем людям которые развиваются я могу сказать а и мы студент в этом смысле да кто-то точно также как говорят люди значит генералы говорят я солдат то есть он воин и вы должны быть булка закончите быть студентами но они не должны перестать развиваться дескать хватит я уже бабулся не сборки развиваться не буду буду балдеть балдести сейчас можно так понятно да спасибо за внимание до следующей лекции и